Джанабек Шаврубеков приехал из Аксойского района, чтобы отучиться на программиста. Его выбор пал на профессиональный лицей номер 99 Бишкики, который недавно был преобразован в IT-академию при президенте. Я очень интересуюсь IT-технологиями. Информацию про IT-академию при президенте узнал в социальных сетях и по телевидению и сразу принял решение поступить сюда. Сейчас жду результаты экзамена. Думаю, я пройду и буду учиться на бюджетной основе. Сейчас лицей обучают в двум направлениям – оператор компьютеров и слесарь по ремонту автомобилей. В предстоящем учебном году создан Академия и планируют начать обучение по специальностям фронт-энд-разработчик, бэк-энд-разработчик, разработчик мобильного приложения, робототехника и повар-кондитер. По IT-сфере проект-менеджер. По дизайну три направления идут. Это UI, UX-дизайн, интерьер-дизайн, граф-дизайн, SMM-менеджер, видеоблогер. Далее есть хорошие сейчас в тренде профессии. Это у нас идут искусственный интеллект и робототехника. Там они, ребята, будут обучаться с трех месяцев и до шести месяцев. Кроме того, в Бишкеке за счет республиканского бюджета в этом году планируется построить и вести в эксплуатацию 15 школ. В том числе дополнительные учебные корпуса к существующим школам. Отметим, строительство объектов осуществляется по поручению президента Садыра Джапарова. Проблема нехватки учебных заведений присутствует во всех регионах. В этом году будет построено изданно в эксплуатацию 100 школ по всей республике. Из них 78 будут построены за счет государственных гарантий. Остальные 22 за счет бюджета. 1 сентября 2023 года планируется завершить строительство еще 30 объектов образования. По Чуйской области 6, по Баткинской области 4, по Джалабадской области 10 школ, Иссык-Гульской области 4, Ожской области 3, Нарвенской области 2 и по Таласке 1. Отметим в этом году по поручению президента Садыра Джапарова. По всей республике ведется масштабная работа по возведению зданий образовательных учреждений. Отмечается, что в нынешнем году столица построит последние запланированные объекты. Среди них 12 детсадов и одна крупная школа. В последующем случае, если будет необходимость построить школу, то строительство будет передано бизнесменам. Такая же возможность появится и в регионах. Айгирим Бараканова, Бигзат Машрапов, ЛТР, Бишкек.